Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Мы сегодня выпуск назвали «Сердечко барахлит. Когда бежать к врачу?» Будем разбираться. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашим гостем, с Юрием Терегуловым, зав. кафедры функциональной диагностики КГМА, Казанской государственной медицинской академии, главным внештатным специалистом по функциональной диагностике Минздрава Татарстана, врачом высшей категории, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Республики Татарстан. Юрий Мич, здрасте. Добрый вечер. Все перечислила, правильно называла ваши регалии? Мы вас очень ждали в нашей студии. Хотим поговорить на тему, на самом деле, очень серьезную, несмотря на наши улыбки, с которой мы эту программу начинаем. На этой неделе, 7 апреля, отметим мы все Всемирный день здоровья. Юрий Мич, что говорят медики? Вот есть какие-то четко очерченные параметры здорового человека? Здоровый это какой? Ну, вы знаете, параметры здорового человека, конечно, есть. И они конкретно определяются с помощью определенных критериев. Например, вес человека, ожирение, наверное, это уже не здоровье. А как же пышет здоровьем, щечки розовые, кровь с молоком? Ну, это, конечно, старые понятия. Это старое представление наших бабушек, какой должен быть здоровый ребенок, например. Все-таки должно быть соотношение веса и роста человека. И ожирение, это, конечно, уже не здоровье. И, наверное, лучше назвать ее болезнью. Если человек с лишним весом, он ни на что не жалуется, он улыбается, цветет и пахнет. Вы можете сказать, что он однозначно не здоров. Таких людей много, которые улыбаются, которые имеют большой вес. Но давайте измерим ему артериальное давление. Может быть, улыбка сразу немножко спадет. Давайте измерим у него сахар. А больные с ожирением нередко имеют склонность к сахарному диабету. К высокому артериальному давлению. И к развитию шимической болезни сердца, то есть отложения холестерина в наших сосудах. И, конечно, ожирение, это не просто какой-то фактор некрасивого тела. Не только эстетика. Эстетика, да. Это фактор все-таки нездорового человека. И на это, конечно, прежде всего надо обращать внимание. Почему медиков это беспокоит? Случаи, например, внезапной смерти, они связаны с таким состоянием, которое вы сейчас описали? Внешне здоровый человек. Медиков, конечно, заботит здоровье людей, потому что это их основная задача – лечить, диагностировать, лечить и оздоравливать наше население и всех людей. И внезапная сердечная смерть – это смерть, которая не предсказана ни врачом, ни пациентом. Как это происходит? Самым трагическим образом. Например, пришел с работы, поел, лег спать и не проснулся. И вот этот момент, конечно, гром среди ясного неба. Кто может попасть в эту категорию? Чаще всего это мужчины после 45 лет и имеющие высокое напряжение жизненного, высокий жизненный тонус, большие задачи. И может закончиться это все просто, человек не проснулся. Вы сейчас перечисляете причины отчасти психологические даже. Психологические, да? Стресс на работе. Психологический, который портрет пытаюсь нарисовать, да, что это действительно активное, очень нужное обществу, семье, люди. В чем причина? В том, что не было предсказано. А почему? А почему? Он сам не пошел в больницу, чего-то у себя не проверил? Или врач не доглядывал? Почему не предсказано? Здесь первое, конечно, может, и сам не пошел. Диспансеризация. Часто мы хотим идти на обследование, когда мы чувствуем себя здоровым. Нет. Совсем не хотим, когда здоровый. Врачи ругают за то, что должен быть 100% охват диспансеризации. Значит, просто идет настойчивая просьба к пациентам. Сделать электрокардиограмму. Измерить артериальное давление. Значит, сдать кровь на холестерин, на сахар. Просто обычный анализ крови. Это все входит в программу диспансеризации. Вот люди часто говорят, когда речь о диспансеризации заходит, ой, ну что там проверяют-то? Там всего-навсего проверили. Вот кардиограмму, вы говорите, сделали кровь на сахар. И все, три пункта, я ушел. Это разве контроль? На самом деле, вот эти показатели, которые вы перечислили, биохимия, сахар, холестерин, давление, кардиограмма. Вот этого достаточно? Вес, да. Вот этого достаточно, чтобы сделать вывод, маломальский вывод о здоровье человека и предотвратить катастрофу, о которой мы сейчас говорим? Конечно. То есть это минимальный объем, который должен быть проведен, и пациент должен знать об этих результатах. Давайте поподробнее расскажем. Например, давление. Все прекрасно знают. 120 на 80 – норма. Правда, это норма? Если человек говорит, что у меня 145 на 100 – это мое рабочее. Это нормально? Может быть, рабочее? У меня вопрос. Когда 145 на 100 у пациента бывает? Я бы, наверное… Да. Когда, например, он выполняет физическую тренировку на трендмиле, то есть у него давление должно повышаться. Наверное, я бы порекомендовал, что у каждого нашего гражданина должен быть манометр. Сейчас он автоматически простой. Накладываешь на руку и автоматически определяется давление. Положите его на тумбочку. И утром измерьте давление, не вставая с кровати. Вы в покое. Это будет ночное давление. Если оно повышено более чем 130 на 90, это уже симптом, по которому нужно, наверное, обращаться к врачу. То есть это повышенное давление ночное. Оно должно быть ниже, чем 130 на 90. А лучше – 110. И здесь это очень важный параметр для контроля самого давления. Люди часто жалуются на плохое самочувствие, когда у них разница между верхним и нижним давлением маленькая. Допустим, 120 на 100. Это о чем говорит? Это уже бежать к врачу в таком состоянии? Это о многом говорит. Да, нужно идти к врачу. И прежде всего я бы порекомендовал, конечно, определение гормонов щитовидной железы. При гипотириозе это бывает. Именно это симптом уже неправильной регуляции именно артериального давления. То есть размах давления, это называется пульсовое давление, должно быть, конечно, 30-40 ударов в минуту. 120 на 80, смотрите на эту цифру, вы видите 40 разницу. Снижение ниже 20 и даже 10 – это нехорошо. Это плохо. 20-30% разницы между верхним и нижним нехорошо. 20 на 100 – это уже нехорошо. То есть нужно идти к врачу, и я бы сразу рекомендовал сделать гормоны щитовидной железы. Запомнили, щитовидка напрямую связана. Холестерин, давайте вкратце скажем. Люди прекрасно знают, что это плохая штука. Все убеждены, что это очень плохо, что холестерин вот так вот закрывает наши сосуды, сужает просвет. А у него есть еще ведь параметры, вот когда мы сдаем кровь числовые, начиная со скольки, вот уже нехорошо. У женщин и мужчин, я смотрю на разные показатели, от возраста зависит, например, 60 лет, 70. Вы знаете, лучше запомнить некоторые цифры. Можно уже говорить о повышении, когда холестерин больше, чем 5,5. Но здесь, конечно, надо понимать, что холестерин зависит от того, что вы ели, как вы ели. И поэтому здесь делается целый спектр холестеринов, они разные, и это уже знает врач. Но на диспансерном наблюдении, то есть когда идет диспансеризация, будет определять одно значение холестерина, этого уже достаточно. В любом случае, это будет настораживаться. Если оно будет изменено, то есть даже если это будет 6, например, цифры, это не обязательно, что оно у вас повышено. Может быть, вы просто неправильно сдали пробу. И в этом случае, конечно, что-то жирное поэли на ночь, и холестерина у вас может подняться. Поэтому перепроверка и обследование уже врача здесь, конечно, должно быть. Я предлагаю наших телезрителей пригласить тоже к разговору. Если сегодняшняя наша тема про здоровье, про то, как контролировать свое состояние, вам интересно, звоните, пожалуйста, по номерам телефонов прямого эфира, которые периодически внизу экрана будут появляться. Задавайте свои вопросы. Нашему гостю мы постараемся на них ответить. А кроме того, до начала эфира мы традиционно запускали голосование в нашей группе ВКонтакте. В этот раз мы спрашивали, а вот вы как помогаете своему сердцу? Там есть разные варианты ответов. Занимаюсь спортом, правильно питаюсь, высыпаюсь, стараюсь устранить стресс. Какой-то из этих ответов вам наверняка подойдет. В уголочке экрана будет QR-код появляться. Вы на него свой смартфон наводите. Принимайте участие в нашем голосовании. Чуть попозже в выпуске мы в итоге непременно подведем и прокомментируем. Юрий Ильич, сказали вы про ЭКГ, электрокардиограмма. Так стара, как мир эта вещь. По-прежнему также это сегодня показательно. Что может ЭКГ сказать о нашем сердце? Или это уже совершенно устаревший метод, и сегодня есть что-то другое, более значимое? Ну, наверное, два слова сказать зрителям, что такое электрокардиограмма. Это изучение электрических процессов, которые происходят у нас в сердце. Сначала возникают электрические процессы, а потом уже возникает сокращение мышцы сердцем, которое поддерживает нам кровоток. И, конечно, изучение электрических процессов в сердце это основа вообще электрокардиологии, это основа деятельности в силу сердца. Нарушение этих процессов приводит к катастрофе. Поэтому ЭКГ никогда не будет устаревшим методом. Это метод основной, и без электрокардиограммы не проводится ни одно исследование сердца. А давайте расскажем, почему мы с таким трепетом, с такой гордостью об этом говорим. Потому что... У нас 7 апреля. У нас 7 апреля. Кроме того, что это день здоровья, это еще день рождения Самойлова Александра Филипповича, который основоположник клинической электрокардиографии в мире. Он работал у нас, в Казани. В Казани. Значит, и он работал у нас в Казани, в нашем университете, заведовал кафедрой. И он как раз и внедрил электрокардиографию в клинику не только в нашей стране, в нашем прекрасном городе, но и во всем мире. Это признанный ученый мирового уровня наряду с Павловым, Сеченовым, Веденским и так далее. Скажу по секрету, что нам сегодня вас в качестве гостя было заполучить непросто, потому что вы в ближайшие дни будете очень заняты. Казани, кроме того, что место, где трудился Самойлов, она еще сейчас готовится в ближайшие дни, конкретно КГМА, Казанской государственной медакадемии, готовится к большим чтениям научным, к конгрессам имени Самойлова. И вы ждете в гости кого? Что будете обсуждать, я имею в виду, с вами коллегами? И какая в этом году тема конгресса имени Самойлова? Вы знаете, каждый год уже шестой раз мы проводим конгресс имени Александра Филиппича Самойлова, который называется «Фундаментальная и клиническая электрофизиология сердца». То есть это слияние фундаментальных знаний и перевод их в клиническую плоскость. Это очень важный посыл, потому что на этой площадке и научные исследователи, которые занимаются фундаментальными исследованиями, и, конечно, клиницисты. Это первое, что я могу сказать. И каждый год мы говорим о... открываем для себя определенные этапы жизни Александра Филиппича Самойлова. Мы говорили о том, как он занимался электрокардиографией. Это первый наши конгрессы. Потом его роль в музыке. Он был другом Рахманинова. И к тому же он еще был профессором нашей Восточной консерватории и создал музыкальную акустику. Это был прошлый конгресс. В этом году мы поговорим о его учениках. Я знаю, что вы и ждете к гости, да? Его учеников к себе. Расскажите, кого ждете? Мы ждем тех наших уже академиков, замечательных наших ученых, которые непосредственно работали с ближайшими учениками Александра Филиппича Самойлова. Это прежде всего Василий Васильевич Парин. Василий Васильевич Парин создатель космической медицины в мире. И именно из-за его работ, из-за развития именно изучения физиологии пребывания человека в космосе были возможны длительные полеты. И мы ждем близкого соратника Василия Васильевича Парина Виктора Михайловича Баранова, академика РАН. В настоящее время он расскажет нам о самом Василии Васильевича. И мы ждем Атькова Олега Юрьевича, нашего врача-космонавта, который в 1908... Врач-космонавт? Есть такая должность? Есть такие люди с такой профессией? Нет, это уникальное явление, когда в 1984 году доктор медицинских наук, кардиолог Олег Юрьевич Атьков из института Мясникова был отобран для длительного полета, который был в течение 8 месяцев. И он наблюдал за состоянием своего организма и всей команды. И это положило основу для длительных полетов. И он как раз будет говорить о своем опыте и о роли врача в осуществлении длительных полетов. Луна уже становится ближе. И полет к Луне, конечно, уже становится реальностью. Подобные встречи вот профессионалов такого уровня, что они вам дают? Вот вы работаете здесь, на Казанской земле. Они охотно вообще делятся своим опытом? Или есть некое желание не договорить чего-нибудь? Мы открыли для себя Александра Филиппича, открыли его совершенно удивительный мир, который он создал. И изучаем, и пытаемся, на самом деле, понять, что же такое советская наука, советская медицина, которая позволила Гагарину улететь в космос. Больше года... И с живым здоровым вернуться. Давайте тоже добавим. То есть для нас была космонавтика, конечно, достижением Советского Союза однозначно. То есть и отсюда вышла и медицина спорта, реабилитология. И сегодня уже специалисты этих направлений на нашей площадке. Два слова о нашем замечательном Леопольде Мартьевича Рахлине. Это наш кардиолог, которого мы еще при жизни знали, учились у него. Это тоже ученик Александра Филиппича Самойлова. Он не просто внедрил свои знания, которые получил у Самойлова. Фактически он создал кардиологическую школу не только в Казани, не только в Татарстане, но и в России. И вот Олеопольд Матвеевич тоже будет доклады в этом году. И тоже, я считаю, это абсолютно знаковая фигура. В этом году этот конгресс проходит в оффлайн-режиме, да? То есть все приезжают... У нас и онлайн, то есть смешанный режим. Присоединясь к вам по интернету тоже могут коллеги. Конечно, здесь никаких вопросов нет. Сейчас уже режимы будут однозначно смешанными, то есть с возможностью подключения со всего, в общем-то, мира. Это приятно. Это совсем другой масштаб, это совсем другой формат общения. Я предлагаю подвести итоги голосования, о котором начало ли выпуска мы заявляли. Мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, а вот вы как помогаете своему сердцу? Смотрите, какие ответы получили. Большинство, 50% сказали, стараюсь высыпаться и убрать стресс. Каждый второй ответил так. 23% счастливчиков сказали, а у меня нет проблем с сердцем. Из-за них 14% сказали, правильно питаюсь, занимаюсь спортом, 13%. Как прокомментируем? Нравится такой ответ? Вот высыпаться... Ну, на самом-то деле, мне нравятся эти ответы. Они отражают, на самом-то деле, правильное понимание. Вот особенно мне понравилось, стараюсь высыпаться и убрать стресс. Действительно, хронический стресс – это наши убийцы. То есть мы можем пережить острый стресс, мы можем пережить острую ситуацию, но когда она войдет глубоко, и каждый день грызет эта проблема тебя, и ты с ней борешься, это артериальная гипертензия, это внезапная сердечная смерть, это те проблемы, которые, конечно, нас очень сильно могут изменить в нашей жизни. Можно я прерыву? Высыпаться – это обязательно. Мы запомнили. Высыпаться – это обязательно. У нас есть минуточка буквально до конца эфира. И звоночек в студию у нас есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос, пожалуйста, коротко. Так, звоночек сорвался. Хорошо. Мы с удовольствием продолжаем. В таком случае, напоследок, ваши советы. Что делать человеку, чтобы у него было все хорошо со здоровьем, с сердцем в частности, и только ли больных это касается? Первое – знать свое здоровье, знать свое тело, знать параметры своего тела. Независимо от возраста. В каком возрасте уже пора об этом задуматься? В любом. В 30 пора? В 40 пора? В любом. И в 12 пора, и в 18 пора. Всегда необходимо заниматься спортом, независимо. Я бы сказал, не спортом, а физкультурой. Чем отличаются? Спорт – это же серьезные нагрузки, да? То есть я бегаю. Купил велодорожку, бегаю. А другое дело, хожу пешком на 12 этаж. Да, это соревнования. А здесь не нужно соревноваться. Пешком ходить? Да, пешком ходить. И плавать, гулять. Полынуть, не шваброй, а руками. Абсолютно так, да. Без лифта подниматься. Культура, на самом деле, это самое лучшее, что может характеризовать нашу подвижность, да? Вот. И высыпаться, ложиться спать без телевизора. Без гаджетов. Да. То есть, и, конечно, без этих гаджетов. И, конечно, быть на природе, слушать музыку, наслаждаться. Психологическое состояние, конечно. Великая штука. А вы еще сказали, что надо обязательно следить за храпом. Если он есть, это не просто дефект такой семейный. Это прям повод пойти к врачу, да ведь? Храп – это состояние, которое требует от родственников, в общем-то, определенных усилий. То есть, надо понять, при храпе может возникать остановка дыхания. Это называется ночное пное. И поэтому храпящего человека, храпящего своего близкого человека, не в другую комнату выгонять, а брать за руку и везти к врачу. Нет. Надо хотя бы посмотреть во время храпа, останавливается у него дыхание, либо нет. Если происходит остановка, то, конечно, надо везти к врачу, однозначно. Очень полезный совет. Предлагаю на этом закончить. Полезный действительно очень совет. И все остальное, что сегодня наши телезрители слышали, приходите к нам еще. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о здоровом сердце и выясняли, что нужно проверить и когда бежать к врачу. «Актуальный разговор» Продолжение следует...